Домашние животные Ну и мы говорим о том, какие вообще услуги есть в нашей столице для различных животных. Но сегодня у нас такая больше, наверное, собачья тема. Так вот, еще интересная услуга для собак, специальное предложение – это собачья свадьба. Сначала хозяева жениха выкупают невесту, потом под звуки марша Мандельсона молодые обмениваются кольцами, ну а потом гости удаляются пить шампанское, а собаки знакомятся поближе. Кроме того, специализированные агентства, которые предлагают такую услугу, могут организовать еще и портреты жениха-невесты в парадной униформе. Но о том, какие еще услуги существуют, мы поговорим с нашей следующей гостью. У нас в студии директор компании по оказанию услуг для животных Ольга Толокольникова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Но все-таки что же предлагают сейчас животным в Москве? Массу разнообразных услуг. Конкретно наша компания предлагает выгул собак, гостиницу для собак и кошек, передержку собак, кошек и других животных в домашних условиях, то бишь у какого-то человека дома. Соответственно, дрессировку, это обязательно. Собачью, кошачью няню. Это когда человек приходит и наблюдает за собачкой, больной собачкой, щеночком, кошечкой, ну и так далее. В общем, масса услуг, это такой достаточно стандартный перечень, не только ваша компания, их много в Москве, да, то есть это вот действительно уже такой рынок своеобразный сформировался, да? Ну, в общем, да. Какие услуги пользуются вот больше популярностью? В чем больше всего нуждаются владельцы домашних животных? Сезонно, конечно, это гостиница и передержка. Это вот лето, наверное, сейчас как раз. Это лето и новогодние праздники, вот эти, пожалуй, 15-20 дней. Ну, а вот что касается, скажем так, ваших вообще клиентов, самих братьев наших меньших, ну, понятно, что основная часть собаки и кошки. Еще, кроме этого, кто у вас бывает? Бывают различные кролики, очень много кроликов у людей живет, оказывается. Морские свинки, понятное дело, всякие мышки, крыски, дегу, шиншиллы, вот все, что такое, грызуны. Хорьки попадаются, бывают необычные. Самые необычные. Самые необычные – это маленький, малюсенький африканский ежик, который питался живыми сверчками, которых нам, а нет, точнее, они были заморожены. Часть живые, часть заморожены. Нам пришлось каждый день размораживать ежику сверчков порцию, вот, значит, давать ему, чтобы он все это слопал. Вам хозяева все оставили, да, замороженое сверчков? Да, порционно, по пакетикам, на каждый день разложили. А вы интересовались, где они берут замороженое сверчков? А я даже знаю, очень много для ящериц, вот, для всяких этих продается и сверчков, и тараканов. Специально, что корма даже есть у нас? Да, да, да. Но бывает так, что какому-то животному вы отказывали в какой-то услуге? Да, бывало. Например? Нам, например, позвонил мужчина, животное абсолютно обычное, это собака, но он сказал, что моя собака весит почти 200 килограммов, и он вообще не переносит никого, кроме меня. Пожалуйста, мне нужно уехать, можно оставить в гостинице. На что я сказала, что, вы знаете, 200 кило, пожалуй, снесут нам стену как-нибудь ночью и начнут громить всех тут окружающих, стены, заборы, кусать, поэтому нет. То есть это просто опасно. Ну, вот, для тех, кто нашу программу с самого начала сегодня смотрел, я такую информацию дам, что вот крестьян, который был первым нашим собачьим гостем, Синбернар большой, вы его, наверное, не встретили, он весит 77 килограммов. То есть можно себе представить, это три практически таких крестьяна. Ну, это, в общем-то, ближе к теленку получается. Ну, а выгул собак, наверное, это тоже постоянная услуга, которой пользуются, да? Да, это как раз-таки услуга, вот, тенденция такова, что в основном круглогодично. То есть люди, которые не успевают гулять, должное количество времени обращаются, и каждый день наши сотрудники на протяжении уже нескольких лет есть клиенты, с которыми мы работаем. Прямо со дня основания компании. Ну, вот, опять-таки, это, я так понимаю, не разовая услуга, потому что, наверное, нужно время, чтобы познакомиться с собакой. Как вообще происходит вот такой первоначальный контакт? Время нужно, конечно же, просто для каждой собаки оно разное. Бывают такие собаки, что вот один раз сходили вместе, прогулялись с хозяином, дали какое-то лакомство, и все, уже друзья на всю жизнь. А есть собаки более сложные, более привязанные к своему хозяину, более такие, они вот пугаются чужих людей. Поэтому к ним нужно приезжать несколько раз, завоевывать постепенно их доверие, соответственно. Но с любой собакой, в принципе, можно найти общий язык, это просто вопрос времени, соответственно. Наш корреспондент, корреспондент программы «Шире округ» выезжал в вашу гостиницу, проверял на прочность ваши стены, стены зоогостиницы. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Редактор субтитров А.Семкин